Всем привет! Это Таня Матаня. Как-то очень много просят меня сделать обзор нашей зимней одежды. Я снимаю влоги, показываю, что мы купили, но этого недостаточно. Говорите, просите меня, чтобы я сделала обзор. Я не делала обзор, потому что, знаете, когда я уже заранее всё покупаю, то получается, что я уже всё купила. И вроде как и не актуально, потому что то, что я купила, уже сейчас не купишь. Но, тем не менее, какую-то информацию, наверное, вы от меня хотите получить, что у меня и как с одеждой. Я сейчас буду рассказывать. Начну с младшего. Вот такая вот у меня двухсторонняя курточка. Во влогах я показывала. В Декатлоне я попала на распродажу очень хорошую. Купила и старшему, и младшему по куртке. Куртка – это двухсторонняя, что меня очень радует и больше всего Диму. Но он почему-то ему нравится носить на тёмную сторону. И вот на эту сторону как-то мне больше нравится. Я вот так надеваю. В общем, для нас это такой баловство. То туда, то сюда идёт. Достоинства, недостатки. Конечно, можно там скомбинировать под какую-то одежду. Но мы не такие прям, что модненькие. Но вот для нас, я считаю, что это больше баловство. Я люблю, чтобы внутренняя подкладка была флиз. И когда начались вот такие вот морозы, мы начали уже... То есть мы сначала вроде лёгкие всё время одевали. Ну, какие-то кофточки, хлопчатки с длинным рукавом под куртку. Сейчас начали одевать флизку. И когда мы начали одевать флизку, я вот почувствовала недостаток этих курток. Потому что раньше у меня не было на зиму куртки двухсторонней такой. Она очень лёгкая. К сожалению, не могу сказать, сколько в ней грамм синтепона. Но вот как-то не было таких характеристик. Но она хорошая. Я проверяла. Она с мембранкой. Всё в ней хорошо. Но всё равно вот этот вот дышащий момент в ней плохой. То есть она не так хорошо отводит влагу. И я уже отвыкла от таких курток. Но так получилось, что мы зашли в магазин, и он у меня реально взапрел. Вы представляете? Он взапрел. И я раздеваю его. То есть мы сначала зашли в магазин. У нас там было 10-15 минут пошляться до развивающего центра. Мы зашли в магазин. Я не расстегнула куртку. Начинаю раздевать. У него вот это прям мокрое. Мокрое. Я была в шоке. Я была в шоке. Я её вывернула. Мы пошли уже домой. У нас эта часть была сухая. То есть с одной стороны это нас спасло. То есть двухсторонняя куртка, чтобы мы её могли вывернуть. И чуть-чуть она подсохла. И мы с сухой стороной к телу одели. И нормально дошли. Всё, домой. Были мы на машине. Но вот в такой вот ситуации, понимаете, я уже не была давно. Что у меня не отводится влага. И я теперь сказала опять, вау, как хорошо, что я раньше всё-таки обращала именно на эти вещи внимание. Хотя он и у неё, ну, я говорю, уже навряд ли эти котлы есть такие модели, потому что они на распродаже были. У неё здесь боковой кармашек. То есть это значит, что скипасик или там какой-то пропуск можно будет положить. Вот в боковые кармашки. Но он достаточно высоко. То есть если вот так вот как-то прислоняться. Не знаю, насколько у неё можно кататься. Хотя вот я говорю, у неё всё хорошо. Нету защиты от снега. Понимаете? Вот она у нас прослужилась сейчас в ноябре. И я была очень довольна ей в ноябре. Но вот сейчас в декабре я думаю, что мы всё-таки перейдём. Я эту куртку брала как запасную. Просто она действительно как-то дёшево была. То ли тысячу. Когда вот она была последней. Мы взяли две последние модели. Когда и у Кости, и Димы. Сейчас я Костину тоже покажу. Поэтому вот такая вот у нас теперь значит курточка. То есть это курточка такая как для запаса, для красоты. Основная куртка, на которую я надеялась на эту зиму. И вот я сейчас её достала. Потому что ну вот мы опять. Мы кстати говоря в этой. Она не промокает нормально. То есть мы в снегу в ней валялись. Ну потому что мембрана вот с этой стороны хорошая. Но вот то, что вот внутренняя. Как бы вот эта двойная мембрана. Я кстати не знаю и та и та сторона мембрана. Куда её присобачить-то, когда она двухсторонняя. Ну вот видите, вот такой термос образуется. Что нет. Хотя она отлично держит тепло. Нам нисколько не холодно. Нисколько. Мы накатались на санках, кувыркались. Она не промокает. Всё нормально. Ну вот такой вот эффект. Когда он спарился, для меня было немножко шоком. Так вот. Эту мы брали очень давно. Это Коламбия. Я сейчас её достала из вакуумного пакета. Поэтому она... Это ещё старшего. Это ещё старшего. Но всё-таки Коламбия, когда я её взяла, я была довольна. Эта куртка прошла уже двух детей. Моего старшего сына. И ещё мы отдавали её. И нам её вернули. Посмотрите. Вообще нигде ничего даже не потерто. Вот такого она классного качества. И здесь вот вставочки на рукавах, кстати, что бывает очень редко. И на ногах тоже вставки. Ничего не протёрто. Понимаете? Вот у меня будет сейчас третий человек ходить. И у них были обалденные штаны. Они были, видите, вот с такой вот как бы вставкой. Я причём вот магазин сейчас Дочки Суночки, я видела подобные штаны у них вот с такой вот вставкой. То есть, которые дополнительно даёт утепление груди. Потому что, если вы, например, горнолыжник, кто горнолыжник, кто-то поймёт, что на самом деле детям нательное одел бельё и сверху флиску иногда бывает очень жарко. Особенно, кто в горах катается. Если жарко, то прям хочется его раздеть. А флисовых вот таких безрукавых не бывает. Вот такая вот вещь вообще спасение. То есть, можно комбинировать. А когда холодно, совсем холодно, это как дополнительный слой. То есть, вы одели полноценный свитерок. Вот это вот сверху, вот такой. То есть, обычно у меня ещё есть, ну, обрезанные уже просто штаны, да. И он даёт дополнительный слой, дополнительное тепло. И куртка очень тонкая, очень лёгкая. Но за счёт ещё вот того дополнительного слоя вам не нужна толстая куртка. То есть, я вот на самые морозы, я не буду ничего покупать. Потому что, я говорю, эта куртка проверена уже, ну, у меня детьми. Она тонкая и классная. Вообще, Каламбия, они вот в этом отношении делают. Вы знаете, всё время, когда к ним подходишь, берёшь куртку. И у них вот эти вот сейчас технологии, когда там капельками отражатель внутри стоит, как термос куртка. И ты сомневаешься. Она такая тонкая, ты думаешь, будет ли она греть? Так вот, для активных детей прекрасно они греют. И всё хорошо. И всё хорошо. И так как у меня вот не было проблем, я говорю, я не хотела делать. Дальше капюшончик с регулировкой по голове. Видите, это очень хорошо. Форма капюшона шикарная. Шикарная форма капюшона. С небольшим козырьком над головой. И очень хорошее вот это вот штучка расстояния. Вот так. Дальше. Для скипаса, кстати, я не помню, если здесь. Потому что реально я не помню. Да, для скипаса здесь нет только внутренние карманы. Что является недостатком. Так что, я довольна. И, кстати говоря, вот у этой куртки, когда двухсторонняя курточка, у неё двухсторонние замки. И мне вот у этой куртки фирма Вадзе, вот это, но это, по-моему, декатлоновские вот эти вот марки. У неё очень хороший капюшон. Очень хорошая вот эта вот часть приподнята именно до подбородка и не мешает подбородку. И двухсторонний замок, как на двухсторонних куртках. Вот нет никаких лишних опушек. Этого я всё не люблю. А здесь я, кстати, не помню. Тоже, по-моему, у меня не было лишних опушек. Я не люблю всякие опушки. Так что, вот такие вот у меня, значит, две куртки у младшего. Подзёва. Потому что у меня прямо сейчас очень много вопросов под старыми видео. И под подзёвы. В общем, люди действительно покупают. И у меня спрашивают, то есть, какая лучше мериносовая, не мериносовая. Но я всё равно ещё раз всё отвечу. До такого возраста я старалась использовать подзёвы мериносовые. И я их показывала. Где я их брала? Отвечаю на комментарии. Потому что, чтобы в одном видео как-то всё сконцентрировалось. Я покупала в основном Янус в Мазакее. И просто у меня так получилось, что я вот несколько раз подлавливала распродажный. И он такого классного качества, что он очень тонкий и тянется. И мы в одном Янусе проходили три года. Три года. Настолько у них классное. То есть, вы берёте один размер на вырос на следующий год. Он и в этом году как раз потому, что вот он прям облегает по телу. И на следующий. И потом нам оказалось, что ещё мы можем поносить. Но в этом году всё. Он нам мал, мы его отдали. Я уже не могу его показать. То есть, у нас была такая водолазочка. И мериносовые колготки, когда мы были маленькие, чуть старше, мы уже носили простые колготки. Ничего. Поэтому я люблю у малышей мериносовые. Чем хороши мериносы? Я уже тоже рассказывала, что когда ваш ребёнок запреет, то мериносовое бельё, оно и быстро сохнет, и отводит влагу хорошо. Но за счёт свойства натуральной шерсти, холодная, мокрая шерсть не пропускает тепло. В отличие от синтетики. То есть, свойство синтетики такое, что оно только быстро высыхает и отводит тепло. То есть, если мокрый хлопок, футболка, например, хлопковая, мокрая, вот этот эффект почувствуете, вы сразу чувствуете, что всему телу холодно. В холодной шерсти, в мокрой шерсти, как раз эффектно, потому что животные так приспособились, что они намокли на снегу, но они продолжают сохранять тепло. Мокрая шерсть продолжает сохранять тепло тела. И это очень важно. И как раз меринос, почему я предпочитала, потому что ребёнок взапрел, вот вы зашли в магазин с малышом, с грудничком, он там, значит, весь у вас закутанный. Вот когда на нём мериносовое бельё нательное, то взапрел, ну и что, что взапрел, закрыли, и не волнуйтесь, что он простынет. Растынет. Понимаете? Вот в чём дело. Если у вас хлопок к телу, если у вас синтетика к телу, то такого эффекта нет. Это вот я надеюсь, что я ответила на вопрос. Второй вопрос. Что я ношу в садик? В садик я тоже носила вот эту водолазку мериносовую, но не всегда. То есть процентов 50 на 50, то есть стирка и простые водолазки носила. И для садика я не очень чувствовала такую необходимость, они там мало гуляют и мало двигаются. То есть у нас какая-то вот маленькая площадка, поэтому прям жёстко нет. Но на улице вот здесь мы меньше часа мы никогда не гуляем. Всегда в снегу, всегда коньки, лыжи, горки. У нас никогда не бывают тихие прогулки. Я гуляю тогда только в каком-нибудь термобелье. Там обязательно у нас у всей семьи, у мамы, у папы, у всех, значит, бельё. В этом году, значит, из той мы мериносовой водолазки выросли. И у меня замечательнейшее термобельё. Я пробовала разное термобельё. Вот. И вот это я купила случайно и довольно невероятно. Оно дорогое. Это Бартс. Это Бартс. Это очень известная фирма. То есть горнолыжники поймут меня, что это очень хорошая фирма. Больше я не знаю, где такое купить. Реально. Вот. Я даже не помню, где, в какой. Триал Спорт, по-моему. Вот в этом магазине. Мы тогда, я тогда схватила. И очень довольна. У меня сын до сих пор старший вспоминает. Мама, лучше этого термобелья никакого нет. У нас было всё время после этого. Я ему потом покупала Рейму. Так вот, Рейма – это ширпотреб. Реально. Это реально ширпотреб по термобелью. Потому что, ну, флиски у них хорошие, у них каббезы хорошие. Но термобельё у них средненькое. Ну, средненькое. То есть, если вы сейчас в Декатлоне купите, там, дешёвое термобельё, то же самое, что дорогая, ну, вот, вот, там, вот, по качеству. Вот это вот действительно классно. Это классно. Вот. И поэтому я абсолютно спокойна. То есть, у меня есть термобельё. Очень хорошее. Оно вообще в прекраснейшем состоянии. И у меня Дима до него дорос. То есть, мы будем теперь вот бегать. В садик я не буду его носить. Мы будем, там, в простых водолазочках каких-то, там, ну, в общем, в маечках, то есть, хлопковых. Никакого особого термобелья. Нам уже 6 лет. Я не буду носить. Я просто буду носить запас одежды. Он уже понимает, это мокрое. Это не мокрое. Что одеться, что не одеться. Так что вот так. Дальше. Верхнее поддюро. Я не знаю, с чем это связано. Я в этом году думала, что мне придётся покупать комбинзончик. Но я дело померила. Он нам как раз. То есть, он нам впритык, но как раз. И я такая думаю, ну, может, я подожду. То есть, сейчас месяц прохожу, а потом после Нового года решу, что купить. Потому что у меня есть реймовская следующая, 128 размер. И, в принципе, я, может, проскочу. Не знаю. Я посмотрю. Но, в общем, в том году я брала Олдос. Брала я в Озоне. Как ни странно. То есть, я мониторила. По-моему, в Озоне я брала. Вот. И он был самый дешёвый из комбезов тогда. Вот. Если я найду, я ссылку оставлю внизу в описании. Так вот. Он действительно хороший. Мне понравился. Вот. Никаких катышков особых, видите, на нём нет. Он прекрасно заэксплуатировался. Он хорошо сидит. У него сзади, видите, резиночка. То есть, я осталась довольна. И, в принципе, переплачивать за Рейму я не вижу смысла. То есть, Рейма реально была дороже. Лесси была дороже. То есть, я всё смотрела. Мне понравилось. Но какие-то модели ещё были дешевле. Я не стала брать. Потому что я почитала отзывы. Здесь торчит, здесь там что-то. Всё-таки я старалась, чтобы это было качественно. Олдос хорошая, качественная. Мне понравилось. Поэтому рекомендую. Так. Ну, сейчас покажу. Вот такая вот шикарнейшая на вид куртка. Согласитесь, не пройдёшь мимо. Она очень тонкая. Она вот чисто-чисто спортивная куртка. Тоже декатлон. Вот этот вот Ведзе. Как? Я не знаю, как это Марка читает. Это Ведзе. Я надеюсь, что я правильно прочитала. Мне нравится. Мне нравится. Она с мембранкой. У неё снегозащитная. То есть, ну, всё, что должно быть в горнолыжной куртке, в ней всё есть. Она очень яркая. С отражателями. Для скей-пасса. Всё хорошо. Только мембрану мы уточняли у неё. Нам сказали пятёрка. Пятёрка, в принципе, для него достаточно. Такого катания. Ну, мы не такие прям. Что катальщики-катальщики. Пацан, который перерастает. У него всё хорошо. То есть, тоже капюшончик с небольшим козырьком. Очень хорошая форма капюшона. Внутренний карман. Всё. Вот всё-всё-всё. И вот она яркая и стильная. Понимаете? Вот я когда её увидела, она стояла за тысячу. Наш размер. Я просто обалдела. Все у меня вспоминают яркую куртку наших ремонт. И до сих пор обзоры смотрят и спрашивают. Даже я там какое-то обсуждение в сентябре ввела. Кто заранее закупает, смотрит цены. Так вот, все хотят найти именно эту куртку. Но из года в год коллекция меняется. И в этом году мне очень понравилась коллекция «Премонт». Очень хорошая и вопрос, которые мне чаще всего задают. Вот что лучше, канадская или всё-таки там всякие реймы, то есть финские какие-то фирмы и так далее. Девочки, всё зависит от вашего ребёнка. Но в «Премонте» больше утеплитель. И поэтому, когда я нашла вот такую фирму, она тогда только начиналась, только становилась известной. Сейчас, мне кажется, уже её многие протестировали. Так вот, чуть-чуть больше синтепуна, она теплее. И за счёт этого всё-таки мы её брали в школу стоять. Он у меня самостоятельно уже начал ездить. Стоял на остановках, то автобуса нет, то ещё что. Она уже была не такая активная. Но при этом и на лыжах мы в ней, в этих моделях прекрасно катались. Поэтому вот этот вот выход для тех, у кого дети померзляве, то канадские, конечно, курточки, они прекрасно себя зарекомендовали. Всё хорошо. И модельки вот из года в год меняются. В этом году мне очень понравились канадские модели, потому что я вот благодаря тому, что вы спрашиваете, я заглянула. Поэтому вот, но у Рейма, у неё есть такие хорошие модели, которые, понимаете, вот в луже лежишь. И с декабря, когда ты, вот с ноября, когда вот слякоть, вот это, и ты в луже вообще лёг, там бывают очень сильные мембраны, намного сильнее. В примонте нет такого широкого выбора. Вот в основном они пятёрку держат. Пятёрку держат. А Рейма, если вы загонитесь, вы и десятку можете найти, когда вот просто лежат. Потом, если ваш ребёнок слишком активный, то износостойкость нужно смотреть. Поэтому это всё индивидуально. Кто там сидит на одной марке, он никогда её не поменяет, потому что вот он подобрал под своего ребёнка, у него всё хорошо, и он будет ей доволен. Если вы чуть-чуть подмерзгаете, то, конечно, попробуйте поменять торговую марку. И я говорю, у канадца очень в этом отношении хороши. Да, чуть больше синтепона, но он не громоздкий. В отличие от густи, который громоздкий, когда он не добавляет синтепон. То есть какие-то вот материалы что-ли другие. Поэтому вот так. И в чём в основном у меня, потому что вы видите, это горнолыжные, в основном мне ещё повезло. Ну, в общем, у нас папа поменял себе куртку. Ну, более какую-то классическую. Мы не могли долгое время найти модель такую классическую, типа Френча у него сейчас такая куртка. Длинная, в электричке ходить. И мы до этого брали ему для сноуборда, то есть чтобы попу прикрывало, да, то есть длинная, сноубордическая. Она стильная, красивая. И так получилось, что у папы две куртки, а сын уже дорос. Она ему чуть-чуть свободноват, потому что Эска, а ему бы лучше ХС, но всё равно он в неё вцепился. И у меня проблемы нет купить куртку. То есть мы вот в этой куртке. Она термит, она хорошего качества, она всё-всё хорошо. Она такая яркая, в принципе, молодёжная. Так что у меня сейчас вот у старшей раздевает уже папу. Причём он перескочил его размер в обуви. У нас не прошёл делёж. Но вот теперь вот видите, у нас верхняя одежда совпадает, что для меня является очень-очень хорошим подспорьем. Что, ну вы представляете, то есть я сэкономила на одной куртке и на двух куртках. То есть у младшего у меня осталось от старшего, а у старшего от папы. О боже мой, ну это минус сколько из бюджета. Господи, сейчас всё дорого. Так что вот поэтому я всё вам показала, рассказала. Просто вот совсем что новинок-новинах, мне сложно. Видите, это мы взяли последняя модель. Ну заглядывайте, я думаю, что в Дикатлоне ещё какие-то есть. Я очень рада, что у нас теперь оно открылось, потому что у нас был здесь спортмастер. А теперь есть выбор, туда и сюда я могу заглянуть, потому что всё-таки я стараюсь это. А в спортмастере как-то то, что мы брали, там с троечкой я находила на подростковый и школьный возраст, там не всегда есть пятёрка мембрана, ну пять тысяч, да, в благостойкость. Вот, поэтому в Дикатлоне как-то вот побольше я модели нахожу. Не знаю, и побольше модели обуви, и побольше модели одежды. Хотя вот я говорила, что в этот раз я купила ребёнку и была удивлена, какая стелька. И она поуже, но мы её расходили. Мы сейчас ходим в этих Дикатлоновских, нога сухая, всё нормально. Но я думаю, что недолго мы в ней проходим. Всё-таки, я думаю, в середине зимы нам нужна будет смена обуви. То есть я думаю, что это до декабря месяц там. Ну посмотрим, как зима себя покажет. Вот, но стелька действительно паршивенькая. Нужно менять стельку. И себе я купила в Дикатлоне, но я думаю, что я по своей одежде, у меня сейчас придёт сумка очень интересная для обзора, и я как бы сделаю такую тему, во что маме-то? То есть там сумка будет, моя куртка и моя обувь. Тоже расскажу плюсы-минусы, потому что гулять с детьми – это тоже особый такой вид одежды, который нужно понимать, что себе покупать. Всем пока! Надеюсь, мой обзор был полезен, своевременный. Ну вот, может быть, не совсем своевременный. В декабре я только делаю. Но вот как-то мне казалось, что всё, что у меня уже куплено, давно не совсем интересно. Именно поэтому я делаю влоговый канал, и вы на него подписываетесь. Там я вот в онлайн-режиме показываю. То есть я летом прям делала тему, называется «Декатлонный спортмастер», «Закупка». И я показывала вот эти все курточки, и ту, и другую. Поэтому хотите более оперативно про меня знать, то смотрите. Потому что здесь у меня настолько плотный график, я не знаю, какую тему делать вперёд, как турпоток, чтобы вообще, просто перезагрузку этого канала по темам. Очень много информации, с которой я бы хотела с вами поделиться. Поэтому оставайтесь со мной, не забывайте смотреть предыдущие видео. Вы обязательно найдёте для себя что-то полезное, даже если это видео не новое. Более того, старые видео, они зарекомендовали себя. Посмотрите, они до сих пор интересны. И все зимние темы смотрятся до сих пор, и задаются вопросы. Потому что не так всё просто выбрать для наших деток. Всех пока. Оставайтесь на моём канале вместе со мной. На Эх, Дет! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!